Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали, и очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Сегодня к нам приехали долгожданные ранчо ковбы, которых мы очень долго ждали, было очень много спойлеров на эту тему. И сегодня мы посмотрим, что же с ними добавили, а что будут добавлять уже на следующей неделе. Так что, седлайте своих коней и поехали! Ранчо находится недалеко от Фергрови и Дундула, мне бы сказала, прямо между ними. Но разработчики решили сделать такую умную штуку. Джош вернулся, и нам, как только вы получаете от него задание, я его уже выполнила, доступно вот это телега с лошадками. Поговорив после которой с Джошем, вы отправляетесь прямиком на ранчо Старшайн. При первом задании вам будет доступен видеоролик. Ну а мне уже доступно просто перемещение. Вот так вот выглядит, немножко недогруженно, сейчас давайте подождем. А вот так вот выглядит ранчо Старшайн. Это очень классное место, я вообще очень даже заинтересована историей этого места. Отец Лизы Петерсон создал это ранчо и назвал в честь ее корня Старшайн. Это очень классная история. И на инстаграме разработчиков даже есть маленькие мини-комиксы, диалоги между Джошем и его лошадью, Лизой Старшайн и ее папой. Таким образом, через Джошуа мы всегда можем вернуться из ранчо в Морланд и из Морланда обратно в ранчо. Вот такая вот классная идея. Также нам уже демонстрируют новых лошадей, которые выйдут уже 22 апреля. Одна лошадь должна обязательно выйти в приложение. Мне кажется, это черный подметалл, я масть не помню, уж простите. Лошадки очень классные и я их очень сильно жду. И также разработчики написали, что на следующей неделе будет добавление чего-то нового на ранчо Старшайн. Я надеюсь, что это наконец-то будут недоустки, седла, вольтрапы и нагавки, которых не добавили с самого первым обновлением, и когда добавили само это ранчо. Также здесь будут стоять уже донники, в которых и будут продаваться эти новые, а точнее обновленные Кватерхорсы, которым уже, по-моему, 4 года или даже больше, я не помню, надо посмотреть. Также здесь теперь стоит магазин, который приезжал только на странствующую ярмарку. Теперь здесь все продается. И не только. Также здесь продаются и самые шикарные конкурные седла и к ним уздечки. Так что можете заходить и посмотреть сюда. Да, чтобы достигнуть этой области, вам обязательно нужно старайдер. Это очень печально, потому что область реально крутая, и у меня пол клуба, наверное, сразу переехала сюда, как только вообще добавили это место. Здесь есть магазины, есть ранчо, в котором можно жить, есть также танцпол, еще есть такая вот зона для ролки. Ранчо просто индивидуальное. Это единственное пока что место, которое я знала, ну, кроме закрытого ранчо, который находится по пути к Нью-Хилл, как раз заброшенного. Это первое активное место для роллщиков. Здесь очень много, просто очень много места для роллки. Доники, стойла, левады, плац, тут все это есть. Тут здесь стоят активные рабочие стойла с рабочими дверьми, и здесь вы можете спокойно ролить с друзьями. Я уже испытала это на себе, и это очень круто. Загона для обычных лошадей, загона для объезженных лошадок. Вот такая вот суть, мне кажется, этих двух закончиков. Что сюда, по крайней мере, как я видела, роллщики обычно ставят кони, которые дикие, привезенные, а в другом загончике тусуются обычные лошадки. Также еще есть вот такая вот стойла, но она менее пользуется активностью, за счет того, что здесь уже стоят лошади. Кстати, давайте посмотрим, это тоже две новые лошадки, обновленные Кватер Хорсы. И мне лично в них нравится все, кроме дыбов, которые я увидела в одном видео на Ютубе. Но, может быть, разработчики что-то подкорректируют. А так, лошадка шикарная. Мне кажется, это, опять-таки, снова эта фраза, это самая реалистичная лошадь во всей ССОшке. Потому что вот эта морда, она мне напомнила... Когда я увидела в первый раз этих лошадок, они мне напомнили лошадей из Red Dead Redemption 1 или 2. Очень реалистично. Ну, в принципе, там, кстати, большинство лошадей Кватер Хорсы. И мне кажется, лошадки вышли действительно замечательные. Лапочки такие хорошенькие. Вот даже вот такая вот мазь тут стоит. Единственное, да, у них всегда вот такая опущенная шея на абсолютно любом арлюре, в абсолютно любой ситуации. Но, мне кажется, это не такой уж глобальный минус, учитывая то, что лошадь специально предназначена для Вестерона. И у нее будет своя в этом фишка. Левады. Место для ухода. Место для осмотра ветеринаром. Сам ветеринар, посредник конновых клубов и тренера для лошадей. Все это находится здесь, выглядит это потрясающе. Поэтому это просто гигантское, большущие вау для всех ролщиков. Даже танцпол здесь есть, но пока что он не активен. Но, я думаю, уже в эту среду, в следующую, точнее, среду, будет дополнение ранчо, и здесь можно будет танцевать. А вот что самое интересное, Ирдриса, они то убирают, то ставят. Я не знаю, может быть, это в зависимости от времени суток, но я захожу, то он есть, то захожу, его нет. Вот сейчас я зашла, он снова здесь. Я не понимаю, почему разработчики его то убирают, то ставят обратно. Также здесь вот такой домик, жалко, что он пока что не активный, в него нельзя зайти. Но, я думаю, это будет очень круто, если разработчики так сделают. У ранчо есть три входа и выхода, а точнее, их даже четыре-два находятся здесь. И одно там в конце, когда вы едете от моста сюда. И один выход располагается прямо из-за этого дома, он идет прямо ко входу в Дунду. Так что ранчо действительно очень удобно расположено. Также сейчас идет счастливая лошадиная неделя. Это значит, что если вы не кормили или забывали, или просто-напросто не могли ухаживать за своими лошадками, ССО целую неделю будет делать это за вас. Конюха любезно будет навещать вашу конюшню в течение всей недели до следующей среды И поднимет настроение вашим лошадок до максимума. Поэтому, если вы хотите поучаствовать в чемпионатах на полной скорости, Или просто поскакать со скоростью ветра по всему Юрвику, Советую вам делать именно сейчас. Потому что потом снова настанут тяжелые бутни без бесплатного конюха. Также в фоторежимы добавили нам новые стикеры. Это вот такие... Раньше это был логотип, только Старстейбл. Но теперь это еще знаки друидов. Символ молнии, солнца, луны, по идее, и звезды. Такие вот логотипчики нам давали, они очень симпатичные. Также размещение в разных углах. Но все равно я лично фильтром не пользуюсь, и логотипами этими тоже нет. А напоследок, кстати, я оставила самое милое, что может быть в этом обновлении. Чего уже художники в инстаграме понаделали кучу всяких артов. Это ослики. Да, разработчики добавили в игру... НПС... Нет, даже нет. Моба осликов. Это вот такие милые создания. И уже куча игроков делают артики с ними. Где на них есть седла, где они на них ездят. И я надеюсь, разработчики действительно услышат нас. Потому что, честно, я бы хотела себе белого ослика. Серый тоже очень милый. Но если бьет между этими двумя, я так хочу себе вот этого белого няшного ослика. Он просто лапочка. Причем, мне кажется, разработчики когда-то добавят осликов. Потому что уж больно они более детализированы, как наши лошади. Чем как те же овечки или даже коровы. А коровы, кстати, на ранчо тоже необычные. Они сделали поправку на вестерн. И коровам сделали вот такие вот рога. Которые чисто вот вестернская тема. Это очень круто. Главное не попасться на них. А еще, когда вы проезжаете мимо пастбищей и этих коровушек. Не пугайтесь, потому что вам резко в микрофон может издаться Бея или Мур. Да, вот в принципе, как сейчас. Так что вот такие вот классные милые ослики. И я лично вот надеюсь, что когда-нибудь я смогу их купить. И у меня будет не три ослика, как у одной ютуберши про комикс-порт. А у меня хотя бы будет один ослик. А на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Понравилось вам это видео. Или каких вы хотите видео. Или просто, если хотите что-то спросить по ССО. Глядишь, я вам помогу простым ответом. Так что не забывайте тренировать своих лошадок. Чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующих неделях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова